Чтобы голова была ясная, уверена в себе, чтобы он был обаятельный, умелый, потому что оказывается вот это состояние стресса, это в первую очередь блок сознания, напряжение. Когда человек находится в условиях нервного напряжения, у него внимание суживается. Он как с шорами на глазах. Да, да, да. Он может сидеть вот так со мной разговаривать, головой так кивает, вроде бы все понимает, но трудно понять, понимает или не понимает, если человек головой кивает, да? А на самом деле все время думает о своем. Потом я ему показал пару приемов, а он их сделал, потом голову поднимает, говорит, ой, у вас картины на стене висят. А вы что, не видели? Нет. Не видел, говорит. Это же Станиславский в свое время, и Чехов, они же занимались снятием нервных зажимов у актеров. У меня есть любимый пример... То есть раскованность появилась на сцене. Да, у меня есть любимый пример, когда Станиславский низким актерам давал в руках рояль держать, и вопрос им задает, они сообразить не могут. Поставили рояль, голову заработали. Тут же ответили. Вот что такое стресс. Потому что, я об этом специально говорю, потому что у нас, у людей в основном, еще к стрессу, все понимают, что стресс, но отношения еще недостаточно правильные. А им кажется... Недостаточно, может, серьезные? Недостаточно серьезные, потому что, ну вот улучшится жизнь, увеличится зарплата, и стресса типа не будет. Хотя это не так. То есть такая саморегулируемая система стресса. Конечно, нет. Любой стресс оставляет отпечаток в душе и, наверное, сознание человека. Стресс – это не только потому, что там денег не хватает. Вот по некоторым источникам мы уже теперь знаем, что были и более голодные годы, а люди были в энтузиазме. Правда, что это? То есть это не связано с этим, это совершенно другие вещи. Это ценностная политика человека, когда человек знает, ради чего он живет. Политика всех человек или государства. То есть это так называемая мотивация. Мотивация и смысл его жизни. Это как в бизнесе, так и, собственно, в повседневной жизни. Конечно, но представьте себе, вот как тяжело восстанавливать людей, которые пострадали во время войны, например, в Афганистане. Я даже могу себе представить, что можно сказать. И даже в Афганистане, знаете почему? Потому что там же идет и разгол личности, потому что он и не знал, ради чего воюет. Там же личности. Вернулся в страну, его никто не ценит, он никому не нужен. Нет смысла жизни, да? Это о чем мы говорили. Александр Ильич, у нас есть замечательная рубрика в программе «Вопросы студента». Студенты, как известно, любят получать ответы на свои вопросы, тем более профессиональные. Я предлагаю его сейчас послушать и ответить на вопрос студента Института гуманитарного образования. Здравствуйте, меня зовут Сергей, я являюсь выпускником Института гуманитарного образования и информационных технологий. Вопрос у меня следующего характера. Как вы относитесь к молодым специалистам? На какие критерии вы обращаете внимание или вы больше доверяете уже опытным специалистам? Это зависит каждый раз индивидуально, потому что потенциал человека в уровне его любознательности. Если я вижу врача, например, или психолога, у которого нет искры в глазах, нет любопытства, я же бываю сейчас на конференциях, я смотрю. И какой он может быть специалист вообще и в будущем, если у него нет просто вот этой почемочки в голове? Он и будет профессионалом, если он любознательный. Если он не любознательный, а отбывает свое рабочее место просто так, что имитирует деятельность. И почему у нас бывает так, что у нас метод просто выдающийся по скорости, простоте действия, по результативности. Но почему? Вот другая сторона вопросов, он не широко так используется. А почему там трудиться надо? Вот я был, когда в Чувашии, я видел, вот психологи раскрепостились сразу там после первого часа занятия, сразу поняли, для чего им это нужно, чтобы дать человеку инструмент для работы над собой, инструмент для внутреннего раскрепощения, для обретения чувства свободности. А вот пришли врачи-психотерапевты во главе с главным психотерапевтом. Он весь такой мрачный, он такой напряженный, он такой ответственный, очень ответственный, что он вообще не слышал и не видел, что происходит. Я ему говорю, давай попробуй эти упражнения поделать. А что это я буду тут делать? Я говорю, ну это же твои коллеги и постарше тебя психолог. Но они уже раскрепостились, а он еще зажат. Вот представьте себе, к этому специалисту придет больной. Что ему проще сделать? Конечно, ему проще выписать рецепт и еди, да? Чем сидеть, его обучать там. Чтобы его обучать, надо самому светиться, правда же? Да. Вот вы, кстати, говорите о том, что в своей книге «Ключ к себе». Я напомню, вы пишете, что несмотря на уникальность, да, результативность, широчайшее применение вашей методики, к большому сожалению, признание, пока еще вот должного признания, эта методика не достигла. Вот так интересно рассказывать, мы заинтригованы. Кстати, хотелось бы напомнить, что в конце программы, как обещали, покажем мастер-класс нашего уважаемого гостя. И все-таки в чем загвоздка? Сейчас я объясню. Я вот там признание официальное у меня есть. У меня тут жден Минздравом СССР. Это не просто, как бывает, некоторые периоды межвремени можно пройти и по знакомству все это сделать или за деньги. Нет, это была очень консервативная система Минздрава СССР. Попробуй, пойди, утверди метод. В 87-м году был утвержден, рекомендован. В целях снижения стресса. То есть это официальная методика? Она может быть использована в медицинских учреждениях? Это официальная методика? Здесь нет никакой нелегальности? Мало того, моим шефом по утверждению, по науке, по составлению методической рекомендации был сам директор Института Сербского, академик Морозов Георгий Васильевич. То есть это очень серьезный уровень. Но она требует работы и любви к делу. Это все равно как учитель танцев учит детей танцевать. Если он сам танцы-то не любит, как он будет их учить? Почему он их научит? Да, почему он научит? Эта методика от человека требует душевного отношения, душевной отдачи. Потому что там, хотя она снимает стресс автоматически, но там есть элементы педагогические. Потому что надо научить человека это делать. Там надо быть хорошим тренером, хорошим педагогом. Надо самому пример показать. Там я не имею права перед ним быть в плохом состоянии. То есть я сам должен светиться, правильно? Тогда он мне верит. Заряжать энергией? Да, ну а какие сейчас наши психологи? Психологи, посмотрите на них или на врачей-психотерапевтов. Ну что они там, прямо светятся что ли? Нет, конечно. Если они не могут помочь себе, как они могут помочь пациентам? А поэтому я им сказал, я им сказал, вы в первую очередь должны использовать эту методику, чтобы показать пример своим пациентам. Александр Магомедович, как Вы оцениваете состояние науки о психологии и практике применения в России в настоящее время? Вот я думаю, в военной области на большей высоте практическая психология, потому что там жесткие совершенные условия. Человеку надо выжить, личный состав поддержать и так далее. Поэтому они в первую очередь у нас обучаются. Последняя наша работа была подготовка испытателей международной космической программы «Марс-500». Вот они у нас обучались. То есть вот там, где серьезные такие моменты, где нет времени, нет комфортных условий, действительно человек один на один со своим состоянием, вот там они понимают, что это им нужно. А вот там, где есть много времени, какие-то комфортные условия, некуда спешить, там можно и музыкотерапию применить, и аутотренинг применить, и релаксацию, и там еще фонтанчики, свечки всякие и так далее. В тех областях, конечно, наш метод не нужен, потому что там нет той серьезности. Я думаю так, что у нас каждый год наши вузы выпускают очень много психологов. Конечно, их надо учить нашим отечественным достижениям, которые уже опробируются в мире. Их надо учить отечественным достижениям, потому что на самом деле нам кажется, что всего очень много. Ну а Пушкина-то с нами нет, Бехтерева с нами нет, Павлова с нами нет, а нам все время, если это виртуальная реальность, вроде всего много, а на самом деле, если посмотреть, нет ни одного российского метода, которым бы пользовались психологи. Все, что они используют, это зарубежное. И оно нам не очень подходит. Я бы очень хотел вручить нашим психологам этот метод ключ, чтобы они могли повысить свою профессиональную подготовку, расширить свои профессиональные возможности и дать это людям. Здесь уже нужна работа, как мне кажется, с Министерством образования. Конечно, с Министерством образования. Да, но тут же как все являются заложниками системы, как бы, да? Ну и хотел бы, но у меня друзья там, начальники главков, ну да, мы хотим, давай, ну а как, как, вот, мне сейчас надо вот это делать, сейчас надо это делать. То есть мы все, как говорится... То есть или бросать все и продвигать это, или заниматься по-прежнему своим делом. Я надеюсь, что это будет результат. Мы тоже очень надеемся и очень хотелось бы увидеть вообще, как действительно быстро избавиться от стресса. Но пока мы еще говорим на тему вашей работы, непосредственно основой является ее стресс, предмет изучения стресса и то, что за ним следует. Вот мне хотелось бы о природе немножко поговорить. Природа совершенно разная, потому что стресс стрессу рознь. Вот недавно мы в 2008-м пережили экономический кризис. Кто-то еще не может заправиться от его последствий. Стрессовая ситуация, бесспорно, так еще и практически для всего мира, ну, по крайней мере, для большей его части. Как вы, кстати, пережили кризис 2008-го года? Увеличилось ли количество клиентов? Я знаю, что психологам в это время стали ходить чаще. Что касается вашей работы... Вы знаете, у нас уменьшается количество, когда отпуск, все уезжают. В летний сезон. Да, это чисто объективная причина. Ну, так, в принципе, у нас регулярно кто-то звонит, кто-то прочитал книжку регулярно. Особенно у меня много было людей, когда я работал в телепрограмме «Помоги себе сам», это много лет назад, по первому каналу телевидения. Вся страна смотрела раз в полмесяца, полчаса нашу передачу «Помоги себе сам». Мы тогда с Анатолием Алексеевым впервые, впервые в СССР подняли тему, но ведь раньше было нельзя заниматься самолечением. Нельзя заниматься. Вот так все жили, нельзя заниматься. А мы впервые подняли, что есть некие такие более-менее простые, доступные для управления человеком симптомы. Ну, головная боль, ну, плохо спишь, ну, зачем тебе сразу за люминал, зачем тебе этот самый транквилизатор. И мы обучали людей. Вот тогда у пациентов это было миллионы, да? А потом, когда телевидение себя, как авторитет издания, дискредитировало, сейчас уже никто ничему этому не видит. То есть вы тогда были народным героем, фактически, по всей России? Да не что ж по всей России. Первый канал смотрели и в других странах тоже. Ведь мы это все затеяли. В свое время первая книжка моя «Ключ к себе», она была огромнейшим тиражом. «Комсомольская правда» была вхожа в каждый почтовый ящик. «Комсомольскую правду» читали тогда каждая семья. И огромная статья «Ключ». Вот сейчас ко мне иногда попадают уже внуки тех детей, когда я им показываю вот эти приемы левитации. А он говорит, я, говорит, в школе это когда-то кто-то мне поле показывал. Где-то это видео слушал. Песня стала народная, понимаете? Песня стала народная. И эти элементы променяют, и даже забыли, зачем они нужны. Ну, частично променяют. То есть не полностью метод. Вот. И поэтому нам, конечно, быстрее надо поднять флаг, чтобы люди приходили квалифицированно, и там обучались. И уезжают за границу, жалко у нас и патенты, и все равно они неправильно там. Кто на школу не приходил и в разных странах применяют. Сейчас у меня книжка выходит на восьми языках. На шведском, английском, на французском уже вышла в Париже. Я, кстати, в бренде пяти российских авторов Парижа. То есть меня там в Париже знают по этой книге. То есть у вас мировая известность? У меня мировая известность. Я, мол, на научных конгрессах. То есть я в Баден-Баден поехал. Мне просили сделать один доклад, а я потом сделал еще четыре. Потому что весь конгресс превратился в школу обучения навыкам защиты от стресса. И я получил медаль из Баден-Бадена. Причем это было через переводчиков. И у нас можно было бы это все сделать. Ну вот сейчас будет Центр антистрессовой подготовки государства. Нам помогает Людмила Ивановна Швецова. Она дала поручение департаменту защиты. И, наверное, мы все это сделали. Единственное, что я боюсь, чтобы не нарушился наш творческий поисковый уклад. Деятельность в рамках рабочего дня. Потому что я, например, ложусь пять ночи. Потому что я еще и рисую, и книги пишу, и так далее. И когда никого нет, никто не мешает. И встаю в 11 часов, допустим. А там надо с 9 утра сидеть. Это я говорю и для бизнесменов, и так далее. Вот недосып хронический, он создает первые неврозы. Это тоже стресс. Когда детям не дают досыпать на школу. А кто становится начальником, знаете, жаворонки. Он на работу приходит с утра, ему делать нечего. Он с утра пришел, и все начинает подтягиваться. Я предлагаю перенести рабочие дни, особенно в такое время, жаркое, на 11 часов. Если поставить во главу угла результативность, а не имитацию деятельности. А именно результативность. То есть, наверное, все-таки нужно практиковать индивидуальный подход. В зависимости от того, как человек может вставать. Есть люди, которые легко вставят, и есть люди, которые, к сожалению, тяжело. А для тех, кто не досыпает, мы даем ключ, чтобы они могли компенсировать дефицит сна. У нас быстрее высыпаются люди.